Идея выставки работ кузбасских художников в технике пастель возникла у директора выставочного зала и беловского художника Людмилы Адмакиной и кемеровского художника Константина Эпова. Дело в том, что выставить свои работы, выполненные в этой технике, художники могут только лишь на всероссийской экспозиции в Омске. В Беловском вернисаже более 100 работ. 14 членов Союза художников, один член Союза архитекторов из семи городов Кузбассы и Хакассии работают в технике пастель. Для беловчанки Ирины Казанцевой это излюбленный вид живописи. Это молодой специалист, преподаватель художественной школы, детской художественной школы номер 27, поселка Калмагора. Она вот с этой работой, индустриальный пейзаж, два года назад, даже маленького больше, в 2008 году, она получила приз главы города за эту работу. Но так как пастель, это пастель, она решила выставить на эту выставку свою работу. Она украшает, как рассказывает Людмила Дмитриевна, она говорит, что эта работа выполнена во флорентийском стиле. Здесь выдержанные такие тона, желтое, коричневые, крыши, скаты, хотя это индустриальный пейзаж, хотя это шахта чертинская, но во флорентийском стиле. Мировое началось во мгле кочевья. Это бродит по ночной земле деревья. Стихи Марины Цветаевой могут служить эпиграфом к любой из классических работ в технике пастель. Будь то ковылий ночной неба Ольги Чукиной или портреты в исполнении Галины Писаревской. И новая эпоха искусства, постмодернизм в черном монахе Элины Бирюковой или работах архитектора Марина Коломеец, выбирающей самые необычные ракурсы. Пастельный карандаш становится как бы естественным продолжением руки художника. Краски легко растушевываются и доступен любой сюжет. Велосипедисты, занимавшиеся у тренера Бориса Зеленова, могут лицезреть своего наставника на картине, как наяву, в исполнении его ученицы, художника, директора выставочного зала Людмилы Адмакиной. Женщины, когда останавливаются у этой работы, говорят, надо же, как можно пастелью приписать глаза, вот как будто бы влажные. Так разве можно? Вот можно. Пастель это позволяет. Очень мягкая, лиричная, очень такая своеобразная техника. И она украшает. Постмодерн в крайнем своем выражении, резко отличающийся от других, работы философа Руслана Евгения Высоцкого. Мир стоит на грани, все перевернуто с ног на голову, уверен художник. Его работы – попытка вернуть в этот мир адекватность и первородную простоту.